Всем привет! Как вы уже догадались по названию, сегодня я снимаю очередную подборку классных идей для фотосессии. Судя по вашим комментариям и лайкам, вам эта тема понравилась. И многие даже реализовали идеи в своих фоточках в инстаграме. Да и мне хочется чего-нибудь новенького и необычного в свой инстаграм. Так что подписывайтесь на мой инстаграм, и тогда вы ничего не пропустите. Ну что ж, поехали! Новые идеи фоточек для инстаграм. Наверное, как и большинство девчонок, я просто обожаю делать селфи. Но когда я делаю 100-500 фоточку себя на одном и том же фоне, мне как-то грустно становится. И не хочется очередную однотипную фотографию выкладывать в инсту. Поэтому предлагаю сделать яркий и красочный фон для своих фотографий. Для этого нам понадобится несколько цветов гофрированной бумаги. Отрезаем от рулона полоску, примерно 10 сантиметров в ширину. И делаем небольшие надрезы с обеих сторон нашей полоски. Разворачиваем и получаем прикольную полоску с бахромой. Делаем так со всеми цветами, которые у вас есть. Вот сколько полосок я нарезала. Развешиваем их на стене или на какой-нибудь стойке. А теперь самое интересное. Полоски нужно закрутить. Тогда они преображаются и создают очень прикольный необычный фон. Если полоска раскручивается, укрепляем ее чем-нибудь тяжелым. Или фиксируем скотчем. Фон готов. Можно позировать. Такой фотофон отлично подойдет для вечеринки. Вы с друзьями наделаете кучу ярких фоточек и весело проведете время. А сейчас сделаем прикольный реквизит для съемки. Это будут очки. Банально, конечно, но они такие прикольные. Я увидела их в Пинтересте и решила повторить. Нам понадобится картон двух цветов и шаблон. Ссылочка на него в описании. Переводим шаблон на картон. Сначала рисуем левую сторону. Потом переворачиваем шаблон и рисуем правую половину очков. Вырезаем. Внутри аккуратненько вырезаем маникюрными ножницами. Или канцелярским ножом. Основа очков готова. Теперь на картоне другого цвета обводим внутреннюю часть шаблона с небольшим отступом. Убираем шаблон и делая отступ рисуем второй контур. Вырезаем заготовку. Таких деталей нам нужно две штуки. Их нужно приклеить на основу. Я воспользуюсь клеем момент кристалл. Но можно взять и ПВА. Склеиваем детали, как показано на экране. Вот так это выглядит с лицевой стороны. Теперь сделаем дужки очков. Обводим по шаблону две детали и вырезаем. Отступив от края примерно сантиметр, делаем сгиб. Приклеиваем дужки к очкам. И все. Классный реквизит для веселой фотографии готов. Мне так понравилась фоточка, которая у меня получилась. Я не удержалась и решила сразу загрузить ее в инстаграм. Готово. Когда вы загрузили в свой инстаграм много классных фоточек, очень важно начать отслеживать статистику по вашему профилю. Для сбора и чтения статистики по своему профилю, я использую очень крутую программу FollowX Tracker. Ведь если не изучать статистику, у вас не будет общей картины о том, как развивается ваш инстаграм профиль, как принимают вашу новую фоточку или сколько людей отписалось в последнее время. FollowX Tracker работает как на айфоне, так и на айпаде. Эта программа позволяет увидеть количество лайков и комментариев по всему профилю и в среднем на один пост. Количество подписок и отписок в день. И огромное число других параметров. Сейчас я вам все подробно расскажу. Больше всего мне нравятся профессиональные функции. Я расскажу вам всего лишь о нескольких из них, так как рассказ о всех функциях займет у меня слишком много времени. Их тут очень много. Начнем с моей самой любимой второй вкладки – «Вовлечение». Здесь можно увидеть всех моих самых активных подписчиков. Первые два пункта – это мои герои. Подписчики, которые больше всего поставили лайков и написали комментарии. Люблю смотреть и запоминать своих героев в лицо. Если узнали себя, напишите комментарий под видео. Следующая группа пунктов – это люди, которые отписались от профиля. Я рада, что у меня не очень много таких людей. А дальше идет параметр «Подписчики-призраки». Это люди, которые подписаны, но никак не проявляют активности. То есть не пишут комментариев и не лайкают фоточки. На третьей вкладке вы можете увидеть, кого вы больше всех лайкаете, кто вас заблокировал, кто вас лайкает и комментирует, но при этом не является вашим подписчиком. Эдакие секретные почитатели. На четвертой вкладке вы можете увидеть, какие из ваших постов получили больше всего лайков, просмотров и комментариев. Это позволит вам понять, что больше всего нравится вашей аудитории. На пятой вкладке вы можете найти новых друзей по разным признакам. Например, которые ближе всего к вам географически. Программа «Follow X Tracker» – мой незаменимый помощник в изучении статистики. Если вы обожаете Инстаграм, «Follow X Tracker» будет полезен и вам. Ссылочку на приложение я оставила в описании под видео. Следующая идея будет для предметной съемки. Если вы, например, хотите сфоткать изделие по моему DIY, или вы купили духи в красивой баночке и хотите поделиться этой радостью с друзьями в Инстаграм, то эта идея вам может пригодиться. В качестве фона будем использовать экран ноутбука. Набираем в гугле запрос «Гирлянды Бокэ» и получаем кучу невероятно красивых картинок. На клавиатуру ноута кладем картон с отражающей поверхностью. Кстати, картон можно заменить глянцевым журналом. Ставим предмет нашей съемки и фотографируем. Фотографии получаются очень красивыми, а главное, что фон можно постоянно выбирать разный. И вот уже разнообразие будет в ленте и в то же время в одном стиле. Следующая идея очень простая. Все, что вам понадобится, это шарф и фотоаппарат. Мы сделаем фотографию с цветным фильтром. Это даже скорее не идея, а лайфхак. На объектив фотоаппарата надеваем цветной полупрозрачный шарф и начинаем фотосессию. Получается такой интересный эффект, как будто в дымке. Меняя шарфы на объективе, вы получаете разные цветовые решения и эффекты для вашей фотографии. А сейчас сделаем еще один интересный фотофон. И тоже из бумаги, только на этот раз не гофрированный. Нам понадобится упаковка яркой цветной бумаги. Берем лист и складываем его пополам. Канцелярским ножом разрезаем. Теперь из этих половинок нужно сделать квадраты. Измеряем ширину листа, делаем отметки и отрезаем лишнюю длину. Нам нужно сделать квадраты из всей упаковки бумаги. Уголки квадратов степлером скалываем между собой. Для первого ряда я взяла 5 квадратов. Формируем второй ряд. Прикалываем новые квадраты к нижним углам квадратов из первого ряда. И скалываем их между собой. Делаем так со всеми квадратами. И закрепляем на стене или на стойке. У меня получилось полотно 5 квадратов на 4 квадрата. Этого вполне хватит для портретной съемки. Но если вы хотите фото в полный рост, то вам понадобится больше, чем одна упаковка бумаги. И последний реквизит, который мы сегодня сделаем, это огромная роза из гофрированной бумаги. Такие розы я видела в интернете много раз. И все хотела сделать, но как-то не было повода. Но это суперский реквизит для фото. Поэтому начнем. Во-первых, нам понадобятся шаблоны. Все ссылочки вы, как всегда, найдете в описании под видео. Все шаблоны нарисованы на листах А4. Но если вы хотите розу побольше, то рисуйте шаблоны на ватмане или на газете. Еще нам нужна гофрированная бумага двух цветов. Начнем с лепестков. Переводим шаблон сердечка. Можно сложить сразу несколько листов, чтобы быстрее вырезать все лепестки. Таких сердечек я вырезала 6 штук. У гофрированной бумаги есть полоски. Важно, чтобы мы вырезали лепестки так, чтобы полоски располагались по вертикали. Теперь обводим и вырезаем шаблон капельки. Кстати, розу можно сделать двухцветной. Тогда капельки нужно вырезать из бумаги другого цвета. Таких деталей я вырезала тоже 6 штук. Все эти детали нужно растянуть из середины, чтобы получился более натуральный лепесток. Из зеленой бумаги вырезаем вот такой заборчик. Это будет чашечка цветка. И еще вырезаем два зеленых листа для стебля. Займемся стеблем. Если у вас есть какая-нибудь палочка примерно 50 см, то вам повезло. А у меня в доме ничего такого не нашлось. Поэтому буду мудрить. Беру деревянные шпажки и отрезаю у них острием. Горячим клеем склеиваю две шпажки между собой. Теперь наношу клей между этими двумя палочками и приклеиваю третью. Но приклеиваю ее не до конца. Отламываю от нее 5 см. Намазываю оставшуюся часть и приклеиваю новую шпажку. Теперь к этой торчащей шпажке приклеиваю еще две склеенные между собой шпажки. И в итоге у меня получилась палочка нужной длины. Палочка полностью задекорируется, поэтому не важно, что везде торчит клей. Теперь будем закреплять листки на стебле. Для этого я беру флористическую ленту. Прикладываю первый лепесток и начинаю заматывать. Первым делом мы закрепляем все каплевидные листки. Если у вас нет флористической ленты, можно воспользоваться скотчем. Присоединяем лепестки один за другим. Когда закончились капли, начинаем закреплять сердечки. Как вы помните, я сделала 6 деталей. Но когда я их все присоединила, поняла, что этого мало. И сделала еще 8 лепестков. Так что в итоге у меня цветок состоит из 6 каплевидных лепестков и 14 сердечек. Когда бутон готов, закрепляем чашечку. И продолжаем обматывать стебель флористической лентой. Если вы работали со скотчем, то вам нужно отрезать полоску зеленой гофрированной бумаги примерно от 1,5-2 см шириной. И обмотать ей стебель. Обматывая, попутно присоединяем зеленые листы. Роза почти готова. Осталось только немного вывернуть лепестки, чтобы роза распустилась. И можно фоткаться. Такая роза придаст вашей фотографии нотку романтичности. А после фотосессии она станет отличным декором комнаты. Вот и все идеи на сегодня. Если вам нравится эта рубрика, обязательно поставьте пальчик вверх. Тогда я буду знать, что нужно уже искать идеи для нового выпуска этой рубрики. Не забудьте подписаться на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления. Ну а если вы уже подписаны и нажали на колокольчик, значит вы милые зайки. И я шлю вам поцелуйчик. Пока!